польша познань улица вот уже который месяц я хожу по этой улице вы спросите куда я хожу и зачем сейчас вам расскажу оказывается все просто на этой улице находится пункт выдачи гуманитарной помощи там мы собираемся за получением помощи за продуктами за обедами в боксах создаем очереди стоим у них до открытия точки с гуманитаркой как мы их называем потому что в эти точки приносят жители города одежду обувь иногда кухонные принадлежности а мы это беженцы приехавшие с разных мест территории украины но что в очереди делают сидят или стоят разговаривают темы разные как жили в оккупации как выезжали из города проезжая блокпосты раши говорят обо всем но не любят сниматься не любят когда их снимают на видео вот и пришлось импровизировать а вы слышали как в костюле звучит орган спросила женщина в очереди у рядом стоящих женщин ее возраста а что здесь где-то можно послушать орган вы девочки такое красивое звучание глаза закроешь кажется тебя музыка несет далеко-далеко домой я когда слушаю мне кажется я на седьмом небе бываю а как же это костюм нас батюшка ругал и мы исповедовались когда заходили у храмы украинского патриархата а здесь костюм а как же включилась в разговор женщина видно представитель храмов московского патриархат девочки да вы что это же церковь дом бога ведь вы не на службе а приходите в костюм посмотреть послушать звучание органа ой что вы говорите послышался своеобразная речь и интонации видно одесситки я была в базилике богоматери и святой мари магдалины так там экскурсия за экскурсией я прислушалась и на польском языке и на английском что-то рассказывает да я вам скажу кого только этом не видела люди разного цвета кожи значит и вера у них разная а ходишь смотрят не знаю не знаю послышалась от представительницы московского патриархата а скажите а где это можно услышать ой да ты же базилики а где это да в центре знаете где рыночная площадь какая какая ну да рядом со старой ратушей а где это правда а вы что в старом городе еще не были ой там так красиво да какой старый город мы сейчас здесь в очереди постоим потом другой деток кормить надо а только дочка работает да и то на аренду жилья хватает еле-еле остальное что я принесу приготовлю мы здесь зимы детей немного определили а я как снабженец пока ноги не болят бегаю посмотрел я на женщин женщины разного возраста есть забросила их судьба далеко далеко от родины у каждого своя судьба судьба сломленная войной вот такой интересный был разговор подслушанный мной в очереди а сейчас я говорю вам пока пишите комментарии подписывайтесь на канал и до новых встреч в наших новых видео пока пока